Время очень быстро уходит, и пора нам уже идти к завершению, и мы будем также заканчивать. Есть еще хорошее свидетельство у Дины Чуклановой. Она вернулась с Индонезии, и у нее есть замечательное свидетельство. Я думаю, что мы позволим ей сегодня об этом сказать. И так как у нас уже немного времени, я просто хотел несколько таких вещей прочитать вам, и мы потом будем молиться. Это Ефесянам, 4 глава, послание Ефесянам, 4 глава, 17 стиха и ниже. Поэтому я говорю и заклинаю Господам, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истревающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждеближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Я бы хотел сегодня коснуться такого вопроса, который, возможно, он сегодня кого-то беспокоит. Это тема «Не давать место дьяволу». Апостол Павел говорит о том, что есть категория людей, у которых размыты границы, и они дошли до бесчувствия. То есть нету чувствительности к тому, если является это грех или просто это, может быть, праведные вещи. То есть есть категория людей, у которых нету этого чувствования, когда они делают грех. Я встречал людей, которые говорили о том, что Бог уже наперед все простил, поэтому как ты не проживешь, главное верить в то, что ты спасен и грехи твои прощены. И люди живут греховным образом жизни. Вы знаете, это называется обольщением. Это говорится о том, что люди не имеют этой чувствительности, не имеют распознания, когда они находятся во грехе. Вы знаете, грех – это как раз та сфера, которая разъединяет нас с Богом. Если человек живет во грехе, он разъединен с Богом. Апостол Павел говорит, но вы не так познали Христа. Оказывается, что люди имели определенное какое-то представление о Христе, но в то же самое время они не имели чувствительности. Написано, что они дошли до бесчувствия, когда они делали грех. Они не реагировали на эти вещи. Они просто находились во грехе. Может быть, даже легализовали грехи в своей жизни. Мы живем в такое время, когда сегодня нас это уже не удивляет. Сегодня на святом месте легализуются греховные вещи. Я знаю, люди некоторые разочаровались в церкви, когда они ходили в церковь, лишь потому, что в церкви есть нечистота, которую легализуют. Мы знаем о тех, таких нехороших примерах, когда покрывались грехи. Когда на черное называли, что это белое, это нормальные вещи. Я сегодня не хочу перечислять все это, но когда у нас на молодежном служении, конференции был форум, и когда один из вопросов, который поднимался, это алкоголь. И когда позволили молодежи просто проголосовать, кто считает алкоголь грех или не грех, то, вы знаете, большой процент, которые нажали на кнопочку, что они не считают пить алкоголь – это грех. Это поколение, которое сейчас растет. Я знаю, что я, в котором рос в поколении, там даже эта тема не поднималась, грех это или не грех. Потому что все считали, что это несовместимые вещи со служением Богу, с верою в Иисуса Христа и употреблением алкоголя. Сегодня мы можем это видеть, что молодое поколение, они уже считают, что это как бы все и нормально. И когда начинаешь объяснять и свидетельствовать в этом плане, поднимаются разные философские объяснения, как бы то, что и Христос выпивал, и вот нигде конкретно об этом не написано, а где написано конкретно, это вы не так понимаете. И прикрываются эти вещи. Апостол Павел говорит, вы не так познали Христа. Не так. Как же мы его должны познать? Познание Христа, оно связано с определенным отвержением. Иисус сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест и следуй за Мною. Давайте мы подумаем, какую сферу мы защищаем в своей жизни, сферу, где есть доступ ко греху. Или где есть опасность согрешить. Почему я защищаю эту сферу? Может быть, да, это не грех. Там некоторые говорят в малых дозах, это не грех. Но почему я отстаиваю эту сферу, где есть опасность оказаться во грехе? Когда мы сегодня говорим о познании Иисуса, апостол Павел говорит, что истина только в нем. И он говорит, в чем это заключается, познание. Это в том, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, который истлевает в обольстительных похотях. Сегодня мы живем во время, когда похоти сегодня становятся нормой. Они нормой становятся. Люди сегодня, они просто другими словами это называют. Просто это норма. Сегодня можно услышать об этих вещах так, что если это естественное у меня побуждение, то Бог не против этих вещей. Вы знаете, сколько сегодня людей к стыду нашему, я не говорю за мир, который во тьме, я говорю сегодня за среду христианскую, где сегодня относятся к разным нечистым вещам, как к норме. Просто они называют другими словами. Вы знаете, я сразу хочу сказать, что похоть – это вещи, которые разрушают человека. Отложить – это значит увидеть приоритет внутреннего человека, который создан по Богу в святости, праведности и истине. Увидеть ценности внутреннего человека. Мы не просто что-то откладываем и просто зависаем где-то непонятно где. Нет, мы откладываем это все для того, чтобы обновляться духом ума и облекаться в нового человека. Есть новый человек, созданный по Богу. Облекаться. Вы знаете, это процесс. Мы должны заниматься этим постоянно. Тогда у нас не будет времени на то, чтобы отстаивать какие-то непонятные греховные вещи. Потому что когда мы облекаемся... В другом месте апостол Павел говорит о том, что и блуд, и всякая нечистота даже не должны именоваться у вас. Даже не должно этого быть. Не то, чтобы оспаривать какие-то позиции. Даже не должно именоваться. Даже не должно это быть в нашей среде. Вы знаете, дать место дьяволу. Сегодня сильная атака идет на то. Дьявол претендует, чтобы хоть что-то иметь в нашей жизни, чтобы оказывать влияние на нас. Он никогда не приходит в виде, вы знаете, какого-то монстра, где ты увидел и сразу в страхе нет-нет. И начинаешь убегать. Он проникает в виде маленького дождевого червя. Ты даже не распознаешь в этом дождевом черве удава, питона. Он проникает очень незаметно. Все начинается с малого. Это как божьи вещи начинаются с малого. Точно так же и дьявол, он стратег, он прокладывает. Это мало. Где-то небольшая ложь, обман. Где-то допустил обиду, огорчение. Где-то с чем-то ты просто против чего-то восстал. Вы знаете, Слово Божие говорит о вещах, связанных с бунтом. Восстание, которое первое произошло, это у Люцифера против Бога. Недавно слушал одного политика, который говорил о том, что один человек, который много лет преподавал в Чикагском университете, где это президентский университет, где люди политики там учатся. И он привел одного там человека, философа, который преподавал в этом университете, его высказывания, где он говорил о том, что первый революционер, который сделал революцию, радикал, это был Люцифер, который, да, потерял жизнь на небе, но зато он отвоевал место на земле. И он учил студентов, как нужно просто делать революции, бунтовать, как нужно противиться. И он говорит, если Люциферу удалось восстать против самого Бога, то мы можем изменить любую власть в плане бунта, хаоса, непослушания, различных вот этих вещей. Вы знаете, эта структура этого мира так работает, но у нас не должно так быть у людей, которые не так познали Христа. Которые знают того, кто за них однажды умер, проливая кровь свою. Который приобрел нас великую ценою и отделил нас и сказал, вы больше не принадлежите тьме. Я избавил вас от власти тьмы. Я ввел вас в царство возлюбленного сына. Вы мой народ. Вы называетесь моим именем. Вы знаете, мы отделенные люди. Бог отделил нас. Поэтому Павел говорит, не давайте место дьяволу. Не давайте. Он хочет проникнуть в нашу среду. Он хочет пробраться, чтобы иметь то место. Сегодня, к сожалению, но мы наблюдаем, как демонизация происходит через телевидение, через интернет, различные сайты, которые демонизированные. Люди, которые долгое время могут просиживать за этими вещами, проводить время, просто они убивают время драгоценное. И некоторые даже не подозревают, что за этим стоят демонические силы. Вроде бы ничего, но когда проходит день, человек видит, он духовно пустой, он не имел время, чтобы провести в молитве, пообщаться с Богом, порассуждать над Словом Божьим, почитать Евангелие, порассуждать над тем, что Господь говорит через Слово. Пойти на собрания, провести время со святыми людьми. Вы знаете, вот это болезни, проникновение врага на нашу территорию, незаметным образом реакция у больного человека на какую-то инфекцию. Происходит пассивность, потеря аппетита, ничего не хочется. Вы знаете, сегодня ты встречаешь христиан, его ничего не интересует. А церковь, а зачем? А все одно и то же. А меня уже ничего не устраивает. А я вот и Господь, и все. Да я во Вселенской Церкви. И много отговорок, чтобы не быть там, где дети Божьи. А что там я буду делать? А мне там неинтересно. Много есть вещей, когда люди заболели, и у них отговорка, я не хочу, я не буду. Возлюбленные, это сигнал, что там есть место. А где-то есть место. Человек запросто может часами посидеть на каких-то сайтах, на каких-то там страницах. Он может просто где-то общаться, и он не замечает, как проходит время. Но когда он приходит в церковь, вдруг он томится, когда закончится. Да сколько можно уже ждать? Да смотрите, уже больше двух часов собрания. А когда по восемь часов человек мог сидеть возле телевизора, он этого не замечал. Я помню, как один человек, он пришел ко мне, и мы с ним общались, и он говорит, что, ты знаешь, пастор, у меня есть проблема. Я говорю, если включаю телевизор, для меня время перестает существовать. Я много чего не понимаю, мне даже не интересно, что там, просто главное вот эта картинка. Я могу щелкать и щелкать эти каналы. Он поселился в апартамент, где в эту сумму, которую он платит, входит там кабельное телевидение, и он никогда не видел, что 100 может быть каналов. И вдруг он стал увлекаться этим. Вы знаете, он стал опаздывать на работу. В один момент он просидел всю ночь, прощелкал эти все каналы, и не выспался. Он приехал на работу, на брейке он уснул в машине. Босс его один раз предупредил, другой раз. На третий раз ему сказал, ты больше не приходи, лучше выспись, лучше найди другую работу. И он говорит, я сейчас без работы. По 8 часов, я, говорит, удивляюсь, могу просидеть возле телевизора. Вы знаете, вроде бы, как бы смотришь, ну, телевизор, но безобидное какое-то. Нет, за этим стоит демон. Мы просто до конца не осознаем, но демоны стоят за этими вещами, которые удерживают человека, которые имеют доступ к его сердцу и держат его в этом рабстве. Есть люди, которые стали рабами определенных вещей. Есть греховные конкретные вещи, а есть, вроде бы, ты их грехом не назовешь. Есть греховные вещи, где человек действительно, он находится во грехе. Вы знаете, сегодня одно из распространенных таких вещей, это зависимость от порнографии. Кто-то скажет, зачем об этом в церкви говорить? Я знаю, где я эти вещи говорю. Сегодня пытаются, я помню, с одним пастором говорили, и он говорит, я был на одном семинаре в одной большой американской церкви, где говорили о том, что есть, как бы, трезвая порнография, где эта норма, это нужно стимулировать, и все эти вещи, и это в церкви об этих вещах говорят. Вы знаете, я вам хочу сказать, мой взгляд, он может быть консервативный, но я верю, так говорит Слово Божие, это называется нечистотой. И за этими вещами стоят демоны, конкретно стоят силы тьмы, которые будут разрушать человека. Я знаю людей, которые оказались в этой зависимости, и это как наркотик, это дух, который контролировать их начал. Они по-другому уже не могут жить. И вы знаете, от этого нужно иметь освобождение. Освобождение. От этого демона нужно иметь освобождение. Демон похоти, страсти, нечистоты, блуда. Освобождение надо иметь. Но он не пришел просто так. А где-то было место данное. А где-то он проник. А где-то он пролез. И вы знаете, Слово Божие говорит, не давайте место дьяволу. Не давайте. Кроме этого, мы даже до конца не осознаем, как открываются двери на наших детей, на наш род. Если я где-то допустил, место дьяволу дал, то вроде бы никто не знает, но это может отразиться на моих детей в такой силе. Некоторые говорят, мы вроде бы не грешили, все нормально было, все... Почему дети наши не хотят служить Богу? Вы знаете, возможно, есть причина, где-то была открыта дверь, и дьявол воспользовался. Поэтому Павел говорит, не давайте место дьяволу. Мы ответственны сегодня ему не дать место. Каким образом мы можем не дать ему место? Это значит, всегда, когда я стоял перед определенным выбором, и я в этот момент... Вы знаете, каждый человек, который опустился до уровня греха, вначале он стоял перед выбором, сделать решение, сделать этот грех или нет. И вы знаете, первый раз, когда человек делает грех, он может мучиться, он может страдать, но когда второй раз, третий раз, он уже успокаивает себя. Вы знаете, одно из таких успокоительных методов дьявола, он говорит, да ты не один, знаешь, многие этим занимаются, много это делают, они и в церковь ходят. Я помню, папа рассказывал за одного человека, когда жили в Грозном, в Чечне, они ходили в большую баптистскую церковь, и был там один наш дальний родственник, который любил выпивать. И недалеко от молитвенного дома был такой бар винный, это в подвале, и нужно туда спуститься, и там были, говорит, бочки с вином, и там на разлив было вино. И вот этот вот христианин, он после собрания заходил в это подвальное помещение, и там на разлив вино он выпивал. Один раз он там сидит, смотрит, дверь открывается, и по ступенькам в этот подвал спускается регенцеркви. И он увидел этого брата там, развернулся и назад. И этот брат ему кричит, э-э-э, брат, ты куда? Кто не пьет, сюда не заходит. Иди, иди сюда. Вы знаете, есть некое обольщение девочек такое, да ты не один, да думаешь, ты один этим? Да этим все занимаются, это все делают. Да ты не переживай, да все это нормально. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли понять, если истина в Иисусе, в Нем нету нечистоты, нету грязи, там нету тьмы, Он есть свет. И если мы облекаемся в Него, мы облекаемся во Христа Иисуса. Это новый человек, созданный по Богу. Мы облекаемся в Него, в эту истину, в праведность и святость. Я знаю, что есть вещи, когда мы просто можем удерживать какие-то позиции, и дьявол соблазняет, и мы удерживаем. Вы знаете, рано или поздно мы все равно сдадимся. Без Бога мы не способны преодолеть все эти вещи. Вот почему нужно отвергнуть, отвергнуть ветхого человека, который истливает в обольтительных похотях. Вот это слово «отвергнуть» это перестать с Ним считаться, перестать реагировать на Его запросы, это перестать советоваться с Ним, что Он хочет, отвергнуть это, полностью игнорировать ветхого человека, но быть чувствительным к тому, кто родился в нас, к новому человеку, чтобы обликаться, чтобы познавать Иисуса, чтобы возрастать нам. Для этого мы не должны позволить, чтобы дьявол имел место в нашей жизни. Мы будем молиться сейчас, и я бы хотел, чтобы вы проанализировали свое сердце. Если есть там какое-то место, если есть место в какой-то нечистоте. Апостол Павел перечислял много таких вещей, где он говорил о том, что мы должны отвергнуть ложь, говорить истину ближнему своему. Мы не должны гневаться. Если кто-то крал, чтобы он больше не крал, чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст наших, чтобы мы не были раздражительными, чтобы не было ярости, гнева, крика, злоречия, злобы не было. Должно все быть удалено. Но что должно быть? Мы должны быть друг к другу добры, сострадательны. Должны прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Давайте мы встанем. Пусть сегодня, в этот прекрасный воскресный день, каждый из нас позволит Духу Святому просветить наше сердце. Если там есть хоть какое-то место, мы должны позволить сегодня, чтобы кровь Иисуса через наше искреннее раскаяние смыло это место, было удалено. Вы знаете, есть разница. Вот такой пример наглядный. Вот этот айпад, это я. Вот это вот место, которое я дал дьяволу, оно здесь. Вроде бы ничего особенного. Вся территория принадлежит Господу. И небольшая, небольшая сфера, она просто отдана дьяволу. Дьявол будет приходить на это место. Можно противостать ему, можно изгнать его. Он уйдет. Он не может противиться силе имени Иисуса Христа. Он уйдет. Но вы знаете, это ненадолго. Через время он снова придет на это место. Но когда мы ликвидируем место, когда не будет этого места, ему некуда будет приходить. Поэтому Павел говорит, не давайте место дьяволу. Давайте мы будем бодрствовать в этом плане. У нас есть все, чтобы жить в победе. Слово Божие говорит, чтобы мы могли противостоять дьяволу твердую верою. Противостоять ему, и он убежит от нас. Слово Божие также говорит о том, что они победили клеветника, кровью агонца и свидетельством уст твоих. Они победили. Есть победа, которую мы имеем во Христе Иисусе. Но также мы ответственны, позволим мы проникнуть. Вот в этом мире, в котором мы живем, столько информации, столько разных ловушек, расставленных. Вы знаете, без реального общения с Иисусом мы не способны будем отличить, где ловушка, а где просто есть возможность пройти. Есть люди, они попадаются только по этой причине. Они перестали общаться с Богом. Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Когда Он сойдет, сила приходит. Мы, по крайней мере, претендуем на то, что мы крещены Духом Святым, мы имеем Духа Святого, мы имеем силу. Но вы знаете, сегодня вливается почему-то другое, другие вещи приходят. Люди, они позволяют вливаться другим вещам. Но Иисус сказал, что когда сойдет Дух Святой, давайте позволим Духу Святому вливать в нас то, что связано с Иисусом. Не другая информация, не другие вещи, а то, что связано с Иисусом, Дух Святой может открыть нам. В этом есть сила. Мы можем преодолеть, мы можем пройти, мы можем жить в победе. Все, что названо здесь в Писании, что может быть местом для дьявола в нашей жизни, оно даже не должно миноваться в нашей жизни. Давайте мы поблагодарим Господа, что Он однажды открылся нам. Давайте поблагодарим Его, что однажды Он вывел нас из тьмы в чудный свой свет. Он вел нас в царство возлюбленного сына, что Он назвал нас по имени, Он сказал, ты мой, я люблю тебя, ты дорог мне. Я не оставлю и не покину тебя, потому что ты мой, я искупил тебя. За тебя заплачена великая цена, эта кровь моя была пролита, драгоценная, чтобы ты назывался и был моим детем. Возлюбленный дьявол не имеет права распоряжаться нами, он не должен контролировать наши мысли и управлять нами, он не должен сегодня влиять на нас, вводить нас в пассивность, в состояние, когда мы теряем веру, надежду, но у нас есть все, чтобы противостоять Ему твердую веру, чтобы запретить Ему вмешиваться в сферы нашей жизни. Для этого Бог сделал все, чтобы мы это имели. Тот, кто в нас, Он больше того, кто в этом мире. Мы Божий народ, мы искупленные люди, мы те, которых Бог определил, чтобы мы познавали Иисуса, чтобы мы облекались в нового человека, чтобы мы жили для Бога, Халлилуйя, Халлилуйя, мы благодарны Тебе, Господь наш, мы благодарим Тебя. Я хочу обратиться к тем, которые, может быть, проходят трудные моменты в жизни. Возможно, вы находитесь в борьбе. Есть вещи, я хочу их пояснить, когда человек в борьбе, значит, он не соглашается с этим, он не соглашается. Возможно, кто-то на этом месте уже сдался и согласился со своим поражением. Поражение – это когда мы не дошли до цели. Но если мы на пути и падаем, Слово Божие говорит, а если кто и согрешил, то мы имеем ходатайя пред лицом Божьим, Иисуса Христа, праведника, который есть у милостивления за грехи наши. Мы имеем Его, то это значит, мы можем снова подняться и идти в направлении к этой цели. Никогда не соглашайтесь с поражением, всегда ищите Господа. Но если есть такие моменты, где вы ощущаете, что вы не в состоянии сами преодолеть, уже много времени вы как в замкнутом кольце, вы грешите, каетесь, снова грешите. Вот почему люди легализуют грех, потому что они устают с ним бороться, и они говорят, это невозможно. И они это называют уже потом нормой. Нет, у нас есть все, чтобы иметь победу над этим. Все мы имеем. Иисус победил дьявола, он разрушил его дела, грех был осужден его плоти. Иисус в нашей жизни, а это значит, есть победа над грехом, есть победа над дьяволом. Но кому-то возможно нужна поддержка, молитвенная поддержка. Возможно кто-то должен стать вместе с вами и противостоять дьяволу. Слово Божие говорит о том, что всякий делающий грех есть раб греха. Если человек систематически он грешит одним и тем же грехом, это не просто какой-то поступок вы делаете нехороший. Стоят демоны за этим поступком, и человек становится рабом этого греха. Нужна помощь в этот момент. Нужно, чтобы кто-то мог подвязаться. Где-то нужно, может быть, полное исповедание, где нужно открыть причины, почему этот грех имеет доступ, почему дьявол имеет место. Где-то нужно изгнать демона, который уже засел и многие годы держит человека под своим контролем. Я не говорю о вопросе спасения, я говорю о вещах, когда есть место дано дьяволу, и он начинает контролировать эти сферы. Он начинает заставлять что-то делать, то, что противно Богу. Мы, как церковь, мы должны понимать эти вещи, должны объединяться и противостоять этим вещам. Мы, как люди, которые познали Иисуса Христа, мы должны помогать тем, которые сегодня, они находятся под серьезной атакой дьявола, чтобы вместе преодолеть, пройти этот путь, помочь им устоять, победить, научить, как это нужно сделать. То, если есть на этом месте люди, и вы нуждаетесь непосредственно в ходатайственной молитве, может быть, это будет стартовая молитва для вашей победы. Возможно, с кем-то просто нужно отдельная встреча, провести время с вами, выяснить причину, почему дьявол постоянно бьет вас в одну и ту же сферу вашей жизни. Но в этой молитве я бы хотел, чтобы мы могли однозначно исповедовать могущество и силу нашего Господа Иисуса Христа, провозгласить Его победу, утвердить то, что Он сделал на Голгофском кресте, исповедовать нашего Господа как могущественного, сильного, который победил дьявола и победил грех, разрушил его дела. Давайте мы возвысим наш голос и это сделаем, но если кто-то нуждается в особенной молитве, вы можете пройти наперед, и мы будем подвязаться за вас во имя Иисуса Христа. Если вы видите, что в какой-то сфере вам нужна помощь, молитвенная помощь, ходатайственная помощь, чтобы кто-то встал в проломе, вы можете это сделать, можете пройти во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы благодарим тебя, Иисус! Нету никого, кто был бы подобен тебе. Ты величественный Бог! Ты, который одержал полную победу! Ты, который смирил себя до смерти и смерти крестной! Ты, чье имя превыше всяких имен! И при твоем именем склоняется всякое колено! Всякое колено склоняется пред твоим именем и мы благодарим тебя, что всякое колено на небесах, на земле и в преисподней склоняется пред твоим именем. Мы благодарим тебя! Я благодарю тебя за твое могущество, за силу твою! Я благодарю тебя за победу твою! Слава тебе, Иисус наш! Я благодарю тебя за это! Аллилуйя! Мы благодарим тебя за Духа Святого! Мы благодарим тебя за это излияние твоей силы! Мы славим тебя! Аллилуйя! Мы благодарим тебя, что темничные двери открыты! Мы благодарны тебе за это! Мы воздаем тебе славу, Иисус наш! Ло рабака именем Иисуса Христа! Именем Иисуса я противостою сейчас всякому духу похоти, всякой нечистоте! Именем Иисуса Христа! Полная свобода через кровь Иисуса Христа, которая смывает всякий грех. Аллилуйя! 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 Именем Иисуса Христа! Возлюбленные! Большая атака идет на семьи! И эта атака дьявольская, она как раз и заключается в том, что открыты двери для какого-то идола поклонства, для греха. Сегодня многие поклоняются разным вещам, разным, вы знаете, вещам, за которыми стоят темные силы, силы тьмы, разрушения приходят в семьи, нечистота приходит, когда люди позволяют какому-то греху находиться в их доме. Наши дома, они принадлежат Господу, там должна быть атмосфера Духа Святого, там Бог должен наполнять наши дома. Некоторые люди, их преследует страх по этой причине, что есть место в их домах для дьявола. Во имя Иисуса Христа мы противостоим тебе, дьявол. Именем Иисуса Христа твои атаки в чё, что направлено против христиан. Именем Иисуса Христа мы противостоим сейчас. На этом месте, если кто-то скован духом страха, именем Иисуса мы противостоим сейчас. Именем Иисуса Христа Мы благодарны Тебе, Господь, за победу Твою, за победу Твою, за победу Твою, за победу Твою. Победу на Голковском кресте, полную победу Твою, мы славим Тебя за Твою победу, Господь, слава Тебе. Халлилуйя, Халлилуйя. Дух Святой, Твой свет, который просвещает всякую тьму, пусть просветит наши сердца и дашь разум, чтобы ничего, что дьявол заложил туда, чтобы иметь место, сегодня было, чтобы это вскрыто и ничего не устояло, чтобы это было ликвидировано, чтобы это не было место дьяволу в нашей жизни, чтобы наша жизнь была полностью посвящена Тебе, чтобы мы были полностью преданы Тебе до конца дней жизни. Мы воздаем Тебе славу, Иисус наш. Халлилуйя. Возлюбленные, давайте будем поклоняться вместе с группой. Давайте наши сердца направим к нашему Господу сейчас. Пусть наше внимание будет направлено к Нему. Пусть наши взоры сегодня поднимутся на Того, Кто умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания на Иисуса Христа. Халлилуйя. Халлилуйя. Святой, 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 Халлилуйя. Халлилуйя. Святой, святой, Халлилуйя. Бог всемогущий. Поем Тебе. Святой, святой, Бог всемогущий. Кто подобен Тебе, Богу великому и всемогущему? Кто сравнится с Тобой, Любовью спасающей, Любовью спасающей, Сердца зажигающей, Кто подобен, Кто подобен Тебе, Богу великому и всемогущей, Богу великому и всемогущему? Кто сравнится с Тобой, Любовью спасающей, Сердца зажигающей, Ты великий Бог, И так велика Слава Твоя. Всемогущий Бог, И сердце мое Так жаждет Тебя. О, Ты велик, Ты великий Бог, И так велика Слава Твоя. Всемогущий, Всемогущий Бог, И сердце мое Так жаждет Тебя. Иисус, Нуждаюсь я, Нуждаюсь в Тебе я, Отец мой, Наполни, Наполни, Нуждаюсь в Тебе я, Отец мой, Наполни, 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 Нуждаюсь в Тебе я, Нуждаюсь в Тебе я, Отец мой, Наполни, Наполни. Отец мой, Нуждаюсь в Тебе я, Отец мой, Нуждаюсь в Тебе. И Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой мы просим Тебя, Пускай это слово принесет плод в нашей жизни, Господь, чтобы Твое имя, Оно было прославлено и возвеличено. Мы отдаем Тебе всю славу и всю честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте мы присядем на несколько минут. И я попрошу Дина, Дина Чукланова, если ты здесь, проходи, она засвидетельствует о своей поездке. Приветствую я вас, церковь. Очень приятно быть дома и вместе с вами. Очень приятно быть в присутствии Божьем. И просто как мы можем вместе просто соединиться и прославить Бога вместе. Я в реальности очень сильно соскучилась по этому. Соскучилась просто по прославлению и просто быть вместе и просто искать Бога вместе. Я была, приехала из Индонезии в пятницу. Конечно, очень было трудно уезжать оттуда. Потому что, когда ты проводишь время с людьми, я там провела в этот раз семь месяцев, и когда ты проводишь время с людьми, они стоят частью тебя. И когда ты даже влаживаешь Слово Божие в этих людей, они не просто так для тебя какие-то люди из страны, но они становятся твоей частью. И очень трудно для меня лично просто уехать от них и оставить, и на этом все. Поэтому у меня есть еще огромное-огромное желание просто вернуться туда и продолжать там работу. Я знаю, мои родители очень сильно хотят, чтобы я была дома. Они очень сильно соскучились. Но я знаю, что Божьи планы, они не всегда наши планы. Что я все это просто отдаю Богу. В реальности для меня очень большая привилегия, что Бог послал меня даже в Индонезию просто там проводить просто время, проводить время с людьми. Для меня это честь и привилегия. Потому что раньше я думала, что миссионерские поездки, они такие прекрасные. Ты туда приезжаешь, проповедуешь Слово Божие, люди тебя все любят, они тебя принимают. Но в реальности это совсем не так. Миссионерские поездки, они очень-очень-очень трудные. И в этот раз я это очень сильно почувствовал. Потому что ты приезжаешь на место, где это не твоя территория, ты наступаешь на территорию дьявола, где просто он просто царствует, и ты пытаешься как-то проникнуть в свет Божий к этим людям, и просто все против тебя восстает. Я просто начала понимать, что когда ты встаешь, ты не просто так на миссионерской поездке, но ты на передовой, и ты воюешь на передовой, и если у тебя нет все оружия Божьего, то ты пострадаешь, что-то с тобой случится. И поэтому так важно просто постоянно, каждый день находиться в Слове Божьем, находиться в нем. Потому что местность, где мы живем, она очень сильно посвящена колдовству. Очень много там ведьм, очень много людей, они просто растут в этом. Из поколения в поколение это просто передается. И мы просто воюем за таких молодых людей, за людей, которые родились в семьях, и просто эти проклятия, они просто передаются им по наследству. И многие дети, они вырастают в семьях, и они не понимают, почему они переживают страх, они не понимают, почему они переживают многие вещи, но это потому, что это передалось им из поколения в поколение. Я помню один день, я сидела утром, и я просто молилась за наш поселок, и говорю, Бог, что ты имеешь для этих людей? Что я могу передать этим людям? Как я могу послужить этим людям, находясь здесь, в этом месте? И я как раз читала псалмы, и там есть одно место, где написано, в 24-м псалме, в русском переводе здесь написано, что «таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Иакова». А в английском переводе написано, что это Иаков, поколение, которое ищет тебя, поколение, которое ищет твое лицо. И вдруг, Дух Святой сильно проговорил ко мне, говорит, Дина, это поколение, которое я хочу возрасти, чтобы оно стало поколением Иакова. И я просто начала думать, и просто пролистнула Библию назад, начала вспомнить, кто был Иаков, что он сделал, что случилось в его жизни. И Иаков, он пережил encounter with God, он получил эту встречу с Богом, пережил эту встречу с Богом, и это произвело что-то в его жизни. Его ребро, оно было на всю жизнь его побито, и это что-то случилось в его жизни. Присутствие Божие, оно отметило его. И другое, что Бог, Он изменил его имя от Иакова на Израиля. И от Иакова Бог произвел целое поколение, и израильский народ родился из рода Иакова. И Бог мне напомнил, Он говорит, Дина, я могу взять этих людей, этих детей, которые здесь находятся, и они могут стать этим Иаковым поколением, которые, эти дети, которые, когда они переживут меня, переживут мое присутствие, это на сто процентов поменяет их жизнь. Оно просто толчок сделает в их жизни. Не только это, но я и могу дать новое имя, которое люди, они, дети эти, они растут из поколения в поколение, они просто переживают эти проклятия. Но Бог, Он может остановить эти проклятия на этом месте, когда они переживут его присутствие. Потом Он им даст новое имя, и из них уже род будет, целый новый род будет производить. Когда род, он будет расти, и он будет познавать, кто есть Бог. Они больше не будут жить в проклятиях, в этих curses, но они будут познавать, кто есть такой Бог. И просто Бог, Он говорил мне это слово на основании этого. Я просто начала молиться, молиться, вся наша команда просто молиться за этих людей. И, конечно, очень трудно бывает, потому что ты живешь в доме с командой, и иногда бывает толчки даже с командой. Но когда ты понимаешь, что ты не воюешь против людей, но ты воюешь против дьявола, тогда совсем все меняется. И Бог, Он нам дал просто возможность работать с молодежью и работать с детьми. И постоянно, когда дети приходят на воскресную школу, на молодежную, у нас библейские уроки мы проводим вместе. Постоянно просто мы имеем такую команду людей, где мы просто постоянно просто в них влаживаем, влаживаем, влаживаем. И эти дети, они просто выросли в семьях, которые они совсем не знают Бога. Поэтому, проводя время на том месте, все, что мы можем делать, а просто влаживать в них Слово Божие, помочь им расти в Боге, показывать, кто есть такой Иисус, как Иисус изменил наши жизни, и просто двигаться в таком направлении. И у нас нету, таких огромных, 50 людей спасаются каждый день. Мы работаем просто один на один с людьми, каждый день. И бывают люди, когда они приходят, потом падают, потом их опять нужно поднимать, опять помогать им. И есть люди, которые уже на 100% получили полное освобождение, которые начали служить Богу. Бог начинает крестить их Духом Святым. И просто видеть для меня лично, видеть такие изменения, оно намного радует мое сердце. Потому что иногда, когда находишься на одном месте, очень трудно видеть плод. И ты думаешь, нет, Бог, даже есть польза, почему я здесь? Что происходит? Где плод? Что здесь происходит? Но Бог, он начинает по маленькому-маленькому показывать, Дина, вот это плод. Может быть, ты сейчас не видишь, но ты сейчас сеешь семя. Как апостол Павел говорил, один сеет, другой поливает, но Бог взращивает. Это то же самое, что мы там делаем. Просто поливаем, сеем, но Бог производит свое растение. Все. Это чуть-чуть, что мы там делали, как Бог просто учил и вел. Есть очень много историй, много свидетельств, много фоток, видео. Только уже время. Потом покажем. Да. Спасибо большое за ваши молитвы, за ваши поддержки. Очень чувствуется поддержки и молитвы, когда находишься совсем на другом месте. Спасибо вам огромное. Я очень рада иметь церковь, которая просто supporting и всегда со мной, и всегда просто мы можем вместе продвигать Царство Божие. Благословения вам.